Товарищи дышат 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 Эй! Э-э-э-э-э! Вовка! Вовка! Ты там? Где же мне быть? Я никак не выверну! Я сейчас за ножами сбегаю! Ох, и будет же нам с тобой! Дубинин Гриценко! Володя! Затаился, знает, что ему будет! Володя! Да погоди ты кричать! Дай-ка я! Может, матери откликнется! Володечка! Володя! Ты меня слышишь, сынок? Ясно слышу! А то подняли шум крик! Не разберешь! Вовка! Ты каким это манером? Обыкновенным! Другим лазом вылез! Пошел искать и нашел! Вовочка! На кого же ты похож, а? Да! Пойдем скорей! Пойдем! Умыться надо! Смотреть на тебя страшно! Пойдем! Мамочка! Я лучше с Ваней к морю схожу! Ну, ступай! Ваня, пошли! Ухо получишь, когда папа с моря вернется! А-а-а! О-о-оу! Бобик! Бобик! Машину подгоняйте! Здорово, сынок. Ну, как дела? Папа, я в каменоломнях надпись видел. И тогда тут началось. Великие англичане идут прямо на нас, а мы с дядей Гриценко снизу из пулемета. Как говорится, по врагам революции. Огонь! Ура! Здравствуй, Дуся. Малюшка, здравствуй. Извини, Дуся, это я и Вовке тут про 19-й год. Ты понимаешь, он в каменоломнях нашу памятку разыскал? Ты лучше спроси у него, как он шею себе чуть не свернул. Ой, мне с ним не ура. Мне с ним караул кричать надо. Хорош. Ну, докладывай, брат, что у тебя там? А чего докладывать? Не знаешь. Небось дневника на подпись отцу не захватил. Ошибаешься, мама. Геометрия отлично. История хорошо. Русский устный. Неудовлетворительно. И меня начало клонить ко сну. Написал? Прочти. На дворе стемнело, становилось прохладнее. И меня начало клонить ко сну. Кругликов, что мы тут имеем? Мы имеем сложно сочиненное безличное предложение. Дубинин, как, по-твоему, правильно Кругликов говорит? По-моему, правильно. Почему же, по-твоему, правильно? Так он всегда правильно отвечает. Он же отличник. А ты слышал, хоть о чем я его спрашивала? Вы спрашивали о предложениях. Только этого я не слышал. Кругликов, садись. Где же твои мысли, Виталий Дубинин? Дай сюда, что ты читал. Хорошо. Раз ты увлекаешься жизнью такого великого летчика, прочти мне вот это предложение. Чкалов, прирожденный испытатель. Его стихия, опыт, эксперимент, исследование еще неизведанных возможностей. Раньше он испытывал лишь машины и свою смелость. Хватит, хватит. А теперь он встал. Я же тебя просила одно предложение. Еще, еще. Ну, тихо, ребята. Разбери мне его. Ну, по подлежащей Чкалов. Испытатель приложения. Что это за новость? То есть, дополнение, не определение. Хочешь высоко летать? А пока на земле спотыкаешься. Читаешь про Чкалова даже на уроках, а сам... А Чкалов тоже, наверное, не всегда уже обязательно отлично учился. Ну, и получай двойку у меня Чкалова. Юлия Львовна, пускай председательница отряда на уроках не командует. Хм, да. Видно, не дочитал ты книгу. А то бы знал, как Чкалов себя воспитывал. Здравствуйте, поляр. Здравствуйте. Садитесь. Кончайте шуметь. Чтобы у меня тихо было. Главное, это дисциплина. Понятно вам это? Понятно. Да. Ну, научились голубей конструировать, как я вам в прошлый раз показывал. Да, да. На. Теперь слушай мою команду. Приготовиться. Старт! Разобраться. Все по местам. Тихо. Продолжим наше занятие. Теперь вспомним, про что мы говорили в прошлый раз. Мы разбирали, какие у нас были главные перелеты. Кто помнит? Чкалов. Громов. Безадубова. Осипенко. Краскова. Володя, я хотела спросить. Это что за разговор? Я хотела. На всякое хотение есть терпение. Желаешь спросить, подними руку. Можно я сейчас спрошу? Ну, спрашивай. 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 Что ты делаешь? Во-первых, это к делу не относится. Понял? Во-вторых, если хочешь знать, я в твоем возрасте круглым отличником был. Мне сегодня тоже отлично поставили. По какому предмету? По физкультуре. Мы сегодня делали приседания. Ладно, садись. Вопросы про самолеты есть? Хватит на сегодня. Валя, нажаловалась уже. А я-то тут при чем? Это Юлия Львовна заходила. Мама, я пойду. А вот я сейчас погляжу, как ты пойдешь. Мама! Мама! Мамочка! Ну, меня же мои подшефные на метридате ждут. И хорошо, как Валюша получается. Сроду я так с Володей не поступала. Подай-ка. Ой, Володя, как ты высоко качаешься. Это ты упраздняешься, да? А ну, Брыч, не путайтесь там подо мной. А Полоса, ты пришел на метридат и говоришь, что ты сдрефил. Я сдрефил? Пусть спасибо скажет, что я вот задержался. А я как приземлюсь, так я ему по... Это что же такое? Что же это такое? Ты обо мне хоть вот на столечко подумал? Ну, ты убился бы. Мама, я все рассчитал. Мама, там не высоко уж совсем. Иди, иди куда хочешь. Никуда я не пойду. Это у тебя что, новое? Красивое. С плюс С. Смешно как? Ты что это вообразила? Что в честь тебя? Светлана Смирнова. Была охота. А что же это тогда значит, С плюс С? Это значит, ну, сверхскоростная. А это вместе пишется. У кого вместе, у кого врозь. Ну ладно, ты собираешься заниматься? Раз я сказал, значит все. Садись, Смирнова. Подожди, я окно закрою. Дубинин, долго ты там? А вы чего ждете? Дубинину заниматься надо. Уходите отсюда. Слушай, Смирнова. Тебе поручения давали со мной заниматься? А другими ты не очень командуй. И вообще, я решил сам подтянуться. Пожалуйста, ну-ну. Два сопочиненных предаточных предложения соединенных союзом и запятой не разделяются. Соединенных союзом и запятой не разделяются. Например, наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места. Союзы, соединяющие простые предложения, сложно сочиненные делятся на... Сложно сочиненными предложениями называются такие предложения, которые состоят из предложений... Сложно сочиненными предложениями называются такие предложения, которые состоят из предложений равнозначных, независимых одно от другого. Дубинин, знаете ли вы украинскую ночь? Знаете ли вы украинскую ночь? А вы что здесь делаете? А ну-ка, всем марш домой. А мы ждем, когда Володя ответит. Он сегодня исправляется. Идите, он и без вас исправится. А он с нами будет заниматься? Будет, будет. Внимание! Стар! Модель новая, а название старое. С плюс с? А ты что радуешься? Сначала узнай, что это обозначает. С плюс с это значит свобода и свет, как у Спартака. Читала? А, вот что. А возможно, что для меня это еще кое-что обозначает. Только это уже мое дело. Это что же, секрет? Да, это мой личный секрет. Ну и пожалуйста, секретничай на здоровье. С плюс с. Сам собой. Мне это совершенно не интересно. А раз неинтересно, так и говорить не о чем. А еще можно и переименовать. На старте Николай Оржанец, школа номер 4. Модель Змей Корыныч, собственная конструкция. Старт! Николай Оржанец установил рекорд города Керчи. Его модель пролетела 208 метров. На старт вызывается Владимир Дубинин, школа номер 2. На старте Владимир Дубинин, марка С плюс С. Ошибка. Модель переименована Черноморец. Старт! Старт! pleще! Не гляди, вот этот чех! Все-таки переименовал. Модель Черноморец пролетела 244 метра. Таким образом, рекорд Оржанца держался только пять минут. Новый рекорд Керчи принадлежит Дубинину Владимиру, школы номер два. Ха-ха-ха! 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 Володя, ты что? Ха-ха-ха! А писка просто бывает. А ты бы, Кленов, поменьше хихикал. У тебя по контрольной четыре ошибки, а у Дубинина отлично. А он, кажется, над тобой не хихикал. Я тебя, между прочим, ещё не поздравила. Ты же рекорд поставил. Да уж и рекорд, Черноморец. Да просто про это вспоминать. Это пустяки. А всё-таки молодец, что этого из второй школы перекрыл. Я ещё новую хочу построить. На продолжительность полёта. Ты, Дубини, наверное, когда вырастешь, будешь конструктором? А ты кем хочешь быть? Сама ещё не знаю. У меня к тебе просьба. Ну, не просьба, а предложение. Завтра воскресенье. Пойдём на метридат. И ты для меня ещё раз запустишь модель. Высоко-высоко. Лучше в другой раз, Светлана. Завтра мы с батей в море уйдём. Возьмём бычка за рога. Ага, с почином тебя, Владимир. Да у самого полна кашовка. Кое-что взял. О, жарковато солнце припекает. Знаешь, какой сегодня день? Как какой? Воскресенье. День летнего солнцестояния. Ну чего ты усталился? Папа, а почему ты всю ночь с матросской фуфайкой? Ведь ты же давно капитан. Почему ношу? Это, брат, боевая краснофлотская память. А как зовётся, знаешь? Ну, тельняшка. Морская душа зовётся, вот как. Вот на тебе галстук красный. Это твоя пионерская душа. А что эти три конца обозначают? Вот этот вот пионерский. Вот этот вот комсомольский. А там большой угол на спине. Большевистский, коммунистический. Разбираешься. Благодать-то какая, Владимир. Ну, пошли. Никифор Семёныч! Вас срочно вызывают на Желянов! Война! Стой! Куда правишь? Капитану. А ну, отрабатывай назад. Дядя Люкин! Дядя Люкин, скажите ему, я ведь всегда раньше к папе ходил. Ну, мало ли кто ходил. Куда ходил? Знаешь, куда мы пойдём? А куда? В действующий флот. Ясно? Папа! О! Пойдём. Папа, ну я тебя очень прошу. Ну, в последний раз. Отставить. Папа, ну ты пойми. Ну почему ты не можешь меня взять? Владимир, сказано было отставить. Каждому своё место. Моё на корабле. Твоё здесь. С мамой, с Валей. Я не я хочу. Вот, Дуся. Прощай. Сейчас, отбывай. Ну, сын. Расти, мальчуган. Оторвался. Держи, Вовка, покрепче, а то, гляди, опять оторвется. Да, на вот, возьми на хранение всю снасть ловецкую. Держи. Очисти море от фашистов, опять с тобой на рыбалку поедем. Ну, счастливо тебе воевать, не хуже, чем в девятнадцатом. Ни пуха тебе, ни пера, завтрашний адмирал. Будь здоров, бывший пулеметчик. Может, и тебе доведется старое вспомнить. Еще до генерала дойдешь. Отбывай, Никифор, со спокойной душой. В случае чего, будь уверен. КОНЕЦ Не берут нас с тобой, Бобик. Так, пошли. Бобик! Жди тут, и чтобы ни-ни. Я еще тут счастье попытаю. Может, тут возьмут. Сиди. Остробахина, Пшонник, Латушкин, Кулешова, Осюхина, Розанов, Дубинин. Дубинин. Я здесь. Что там у тебя? Юлия Львовна, извините, это нечаянно выпало. Это стеклянная артиллерия. Чтобы по танкам бить и зажигать. Собираем по заданию горкома комсомола. А это мои подшифные малята насобирали. Граждане, воздушные приводы. Граждане, воздушные приводы. Граждане, воздушные приводы. Угрозного пушного нападения миновала. Отбой. Угрозного пушного нападения миновала. Отбой. Индюша Серенька. Из нашего класса. Юлия Львовна, а нам завтра приходить учиться. Мамочка. Ну как же теперь? Здравствуйте, дядя Леонидович. Здравствуй, Володя. Вы сзади Гражданка к нам? Да. Сходи, поторопи его. Я ж и говорю, у нас в старом карантине вас никто не знает. Да, стесним мы вас очень. Так ведь мы-то с Ванюшкой, возможно, отлучимся по партизанской линии. Это тебя. Не говори. Вторые сутки возим. Только насчет партизан, ни-ни, ясно? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А ты как сюда попал? Это моя военная тайна. А ну марш отсюда! Постой, постой! Смотри мне. Дядя Ваня, постой минутку Мне надо с тобой два слова Дядя Ваня, ты же обещал папе позаботиться обо мне Ну вот и выполняй Раз жизни прошу Устрой меня в ваш партизанский Тише ты Чтоб я и слова такого не слыхал Опускай Узнал о партизанах и забудь, ясно? А Ваню берут Да пойми ты, голова, если кто под землю уходит, так и ребят с собой забирают А я? А ты останешься с мамой, с Валей Будете жить у нас, вас же тут никто не знает Я так не согласен А, Иван Захарович, придет тебе еще раз в город съездить? Вот с комиссаром Слушай, товарищ командир Здравствуйте, Александр Федорович Здравствуй, Черномрец Александр Федорович, возьмите меня в партизанах Слушай, ты как сюда попал, а? Мал уж больно Да мне лет-то уж хватает Это только рост у меня так задержался А ты на цыпке не становись Ты и так парень из себя видный Маловато уж больно Пионер? Пионер, конечно Скоро в комсомол Мать-то отпустит Спасибо вам, отпустит С матерью я сам поговорю Ну, добро Парать Ну, да что ж, товарищ Ланкин Ждем от тебя весточек Нам тебя вызывать нельзя Сам понимаешь Так что единственным окошечком На белый свет у нас остаешься Ну? Субтитры создавал DimaTorzok Война заставила нас отказаться от солнечного света Мы ушли в подпол Оделись в камень Но сердца наши наверху Где враг все топчет Жжет, топит в крови Пусть же знает он гнев народный Партия поручила нам, коммунистам Возглавить эту партизанскую крепость под землей На которую сейчас Вступит враг Но покоя не будет ему на нашей земле Товарищи Это нам дают сигнал Сейчас наверху В камыш-буруне Взорвут электростанцию Приготовись, факелы Продолжать, товарищ комиссар Мы сюда спустились не отсиживаться А воевать Я твердо верю в вас, дорогие коммунисты И беспартийные товарищи Комсомольцы и пионеры наши Каждый все сделает для того, чтобы Долг свой перед Родиной выполнить Ура! Тихо, тихо Ура, прокричим про себя Потому что оцепление наверху мы уже сняли Но если просить сердце Давайте, товарищи, тихо Без крика Скажем нашей Родине Ура! 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 Волна! Волна! Якора! Слышите меня, Александр Федорович? Докладываю. Прямо над вами бой. Танки, мотопехота и артиллерии подтягивают. Ждем дальнейших сообщений. Ничего, устраиваемся понемногу. Товарищи! Товарищ старшина, податься некуда. Кругом одни гады. Так. Прибыли, браточки. Подкилим сухо, сидим на дне. Дальше стоп. Черт. Что-то утихли, товарищ старшина. Брос! Вставайся! Десять минут капот! И через десять минут, и через десять лет мы этим жабам не сдадимся. Брос! Вставай оружие! Правильно, там. Только поимейте в виду, им десять минут сроку дали. На этом заканчиваю. Слышала? Так товарищу Андрею передашь. И учти, случись что со мной, связь на тебя пойдет. Сколько на твоих серебряных сарычев? Три минуты осталось. Братва! Последний я врал! Три минуты осталось. Братва! Последний я врал! Братва! Кто сражается? Хареж. Я емдин monde без газета и сломай голосухов не говорил, Братва! В Gesaw Идественская. И мocking Mull-eleong-eleong?- Девушки, берите пушки, свои! Вы ли тут свои? Да все кругом вышли. Плохо своих, знаешь, товарищ. А чем вы докажете, что свои? Будьте бюрократ какой-то шелкся. Дядя Людкин, это я, Володя Дубинин, не Кефр Семенович и сын. Володька! Капитанов, сынок! Ротки, сюда! Сыпь, скорее в трюм! Пусть они нас теперь поищут! Скорее, скорее! ГОВОЛОН. ГОВОРИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Мимо. Ну-ка, Дубинин, твоя очередь. Огонь. Как говорится, за молочком послал. Руку вскидываешь. Вот, смотри. Здорово. Ну-ка, Дубинин. В самую точку. Молодец, Володя, осваиваешься. Ну что ты скажешь за эту проклятую сырость? Бей. Пулемет. Патроним. Патроним. Бей. Бей. Пулемет. Патроним. Гони! 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 Без нас уже воюет. Пускай уж лучше во сне. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Выручай девушек из подвала. Да, посмотри, там никого нет? Субтитры подогнал «Симон» Вот он списочек, что и требовалось. Василенко Петр Семенович. Морская, 28, квартира 8. Волна, горая. Александр Федорович, дома уже. Ну и подсыпали живым лунечку. Александр Федорович, это вы? Азябрев? Убили? Говорите. Сейчас предупрежу. Василенко Петр Семенович на морской. Малько Петр Игнатьевич. Говорит. 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 Продолжение следует... 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 Звучит музыка Плохо дело. Чего делать-то будем? Надо обратно нашим доложить. Заделали. Все. Обратно хода нет. Скоро светать будет. Полезли вон туда. Там за баллочкой еще один вас был. Слушай, позвони на пост еще раз. Товарищ командир. Товарищ комиссар. Замуровали тут вас начисто. Пропали. Пропали наши ребята. Вот тут они ход роют. Ну, спасибо, ребята. От имени командования. Спасибо. Получайте ваши галстуки. Только что же вы Толю и Вову не вовлекаете. Еще нос не дорос до пионеров. Как сказать, у нас возрасту тут другой счет, чем наверху. Алло. Третий пост. Ну, как там у тебя? Тихо? А у нас бурят, гады. Видно, как кончаток рванут. Да-да. Изготовились. Это пионерам нашим спасибо. Знаем, где встречать. Ну, как дела, ребята? Товарищ комиссар, пионерское звено имени Дябрева в полном составе. А вы с вами не дадите свои галстуки новичкам? Товарищ комиссар, да ведь этого такого правила нету. Помните боевое знамя, которым укрыли прах нашего командира? Мы для вас, ребята, выкрыли это из него. Дубинин и Гриценко показали себя настоящими юными патриотами, достойными носить на груди частицу священного нашего знамени. В борьбе за великое дело наше будьте готовы. Всегда готовы. Что-то тихо. Сейчас рванут. Граждане партизаны, это я, Миронов. Свой я, свой я. Граждане, дорогие, зачем зря кровь проливать? Имеется предложение по-хорошему сдать оружие. Командование гарантирует вам жизнь. Эй-эй-эй. Граждане. Эй-эй. Продолжение следует... Продолжение следует... Комиссёра ронили. Товарищ командир! Товарищ! Товарищ командир! Ваше приказание выполнено! Мужные патроны, Вовка! Мужные патроны, Вовка! Не плачь, не плачь, Аленька, не надо. Ну, смотри, Аленька, Аленька, смотри. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Это несправедливо, я считаю. Вот и все. Но почему одного Володьку? Ты пойми, Ваня. Ну зачем же рисковать двоим? Да и лаз там такой, что Володя или пролез? Мама. Мамочка. Заходи. Здравствуйте. Что? Я к вам, дяденька, насчет овса. У вас, говорят, дяденька лошади не хомлены. Хорошо. А то товарищ Андрей уже тревожился. Как Лангин погиб? Никого. Я к вам, дяденька, насчёт овса. У вас, говорят, дяденька, лошади не кормлены. Я тебе с полным доверием снимай пальчишко, чайку попьём. Что, под землёй, небось, такого не заваривают? У нас там и воды не хватает. Да. Теперь слушай. Указание есть пробиваться вам наружу. Товарищ Андрей план велел передать, где пилить лаз. Понял? Я его под Ворончов зашью. Звони. Товарищ командир, товарищ командир, трубы толстые тянут. С самого моря. Скорей, а то затопит всех. Тут трубы ставят. Не ошибся. Тут, тут, у этого лаза. Звони. КОНЕЦ 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 Ну, идем точно. Скоро пробьемся наверх и подадимся в старые крымские леса. Земля! Братцы! Пила на вылет прошла! Травиночка, с воли! Разрешите долбану напоследок и айда Новый год встречать! Тихо! Не спеши, не напороться бы наверху. Предусмотрено, что район безлюдный, не оцеплен. Все же рискованно слепую выбираться. Товарищ командир, дайте я вылезу. Ванька не просунется, у него больно тут толсто. А я вылезу наверх и все узнаю. Мы тогда их обдурим, как спартак римлин. Отпустите меня! Не могу я тебя больше посылать, Вовка. Товарищ комиссар говорил, что мы все выполняем партийное задание. Защищаем родину, как велит долг коммуниста. А я пионер, значит я младший сын партии. Ну иди, младший сын. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...